Хей! Всем большой привет, ребята! Меня зовут Карина Аргелян, и я очень рада вновь приветствовать именно тебя на моем канале. И сегодня я снимаю новое видео, так как вам очень понравилась первая часть видосика, где я распаковывала адвент-календари. Сегодня я снимаю вторую часть. Как и обещала, по интернету я заказала два адвент-календаря. И мы сегодня оба распакуем и, опять же, сравним известный бренд и не особо, ну, лично для меня известный. Они стоят сейчас на заднем плане. Первый адвент-календарь, который мы сегодня с вами распакуем, он суперогромный, очень яркий, красивый. И, наверное, именно под этот календарь я сегодня готовила задний план моего ролика. Всякие неончики, подсветочки. Кстати, оцените этот фон ниже в комментариях. Сегодня мы с вами распакуем вот этот адвент-календарь, который, кстати, ко мне шел по интернету 6 дней. От Maybelline New York стоил он 7500 рублей. Сегодня мы с вами узнаем, за что же такая цена, что находится внутри. Ну и второй адвент-календарь от Peggy Sash. Я не знаю этот бренд косметики, если честно, ребят, поэтому не судите строго, возможно, вы знакомы с этим брендом. Но мне понравилось оформление этой коробочки и описание содержимого. Короче, там лежит много крутой косметики. И, как видите, этот календарик уже оформлен по-новогоднему. Красивая голубая упаковочка, елочка, лиса тут рядом с елочкой спит. В общем, очень красиво и подарочно выглядит. Точно так же, как и от Maybelline New York. Кстати, вот этот календарик от Peggy Sash стоил 4700 рублей. Тоже дороговатый, поэтому сегодня мы эти два календаря сравним. Посмотрим, какая там вообще косметика. И я в своем инстаграме, напоминаю вам, тестирую каждую косметику, которая мне попадается в адвент-календаре. От Maybelline, от Peggy Sash, от L'Occitane, от L'Etoile, что мы с вами распаковывали. Поэтому обязательно подписывайтесь. И я очень надеюсь, что вам понравится этот ролик. Целую неделю я ждала эти календарики, поэтому надеюсь, что видосик вам понравится. Не забывайте нажимать колокольчик, чтобы смотреть мои ролики первыми и не пропускать премьеры. А также ниже в комментариях напишите, какие календари вы хотите, чтобы я распаковала в следующем видео. И кидайте мне ссылочки на сайты, где их можно заказать. Буду вам признательна. Ну а я желаю вам еще раз приятного просмотра. Запасайтесь печеньками, вкусным чаем. Это будет прекраснейшая распаковка. Мы можем начинать. Поехали! Я готова, в принципе, к этому всему. Прошлый видос, где я распаковывала календари, я снимала два с половиной часа. Я думаю, что этот видос будет не такой уж и короткий. Я предлагаю нам начать с лично для меня не особо известного бренда Беги Саш. Мы с вами распакуем. Весь косметоз прямо сейчас, который находился внутри, вот так вот открываем календарик. Вау, слушайте, ну очень празднично выглядит. Вот что я вам хочу сказать. Очень аккуратненько все блестит, переливается, аккуратно оформлено. Причем все окошечки, они светлые и одно лишь окошко темненькое. Его я оставлю на конец, чтобы вам тоже было интересно. Итак, давайте начнем, наверное, с циферки 1, которая находится у нас вот тут, вот в центре. Слушайте, ну открывается этот календарь очень даже аккуратно. Вспомните, как я открывала адвент календарь от Литуаль. Ребят, я все себе ногти чуть не переломала, я дико извиняюсь. Это было очень сложно сделать. А тут все аккуратненько, картон плотный. И нам тут попадается, что я сейчас с горем пополам, конечно же, достану со своими ногтями. Как мы видим, лак для ногтей. Итак, лак у нас очень красивого перламутрового цвета. Оттеночек такой вишневый, аккуратненький. Лаки для ногтей я, к сожалению, не использую, но думаю, они пригодятся моей сестре. Как я вижу, лак не особо плотный. И он нужно будет обязательно, точнее 100% наносить в два слоя. Пахнет теперь у меня на всю комнату. Открываем циферку номер 2. Итак, я сделаю вот таким вот образом. Все цифры у нас в разброс. Прошу обратить на это внимание. Открываем. Это у нас, по-моему, какая-то помадка. Открываем, да. Темно-вишневого такого цвета. Маленькая-маленькая помада. Опять же, тут миниатюра. И я не знакома с этим брендом, поэтому обязательно протестирую себя в Инстаграме. Слушайте, выглядит очень даже симпатично. Куда-нибудь с собой взять, если вы любите яркие оттенки. Самое то. Откладываю. Дальше у нас цифра номер 3. Она находится вот тут. Открываем. Мне кажется, тут у нас будет лежать какой-нибудь карандаш. Давайте для бровей. Поставлю на карандаш для бровей. У нас запечатанный тут карандашик. Сейчас я разберусь, для чего он. Да, и я угадала. Это у нас карандаш для бровей. Тут у нас даже есть мини-такой спонжичек для растушевки. Очень мило выглядит. Давайте откроем. Это у нас даже такой, слушайте, темно-серый цвет. Это скорее для подводки глаз, потому что брови я бы таким точно красить не стала. Да, это у нас скорее карандашик для глаз, темно-серого цвета. Симпатично выглядит, обязательно попробую. Далее циферка 4. Открываем. Тут у нас опять лак. Да-да, ребятки, опять лак, только он уже не в миниатюре. Он большой. Видимо, создатели этого календаря фантазию включать не захотели. Тут у нас уже не перламутровый цвет, а точно такой же, только уже без блесток каких-либо. Не переливается, а обычный такой темно-вишневый, даже гранатовый, я бы сказала, цвет. На красный это не похоже. Серо-буро-малиновый. Во. Цвет симпатичный. Все как раз-таки у нас в этих оттенках. Открываем циферку 5. Я сломаю сегодня ногти. Я так понимаю, это у нас такая а-ля пудра для контуринга. Да, потому что она такого светло-коричневого оттенка. Для того, чтобы подчеркивать скулы, подбородок, нос, в общем-то, выглядят вот так. Темноватенький, конечно, я бы взяла цвет чуть-чуть посветлее, но обязательно попробую. Матовая такая коробочка. Очень стильно выглядит. Кстати, нравится дизайн. Шестой номер. Это у нас уже побольше. Опа, открыли. Это у нас, скорее всего, ребятки, крем для рук. Да, это 100% крем для рук. Сейчас я оценю аромат по 10-бальной шкале. Итак, открываем кремик. Тут у нас такая фольга защитная сверху. Ммм, напоминает детство, ребят. Пахнет. Сейчас скажу на какие-то сладкие конфетки из детства. Вот что-то такое. И вы бы узнали этот аромат, потому что в детстве или же сейчас вы его спокойно где-то чувствуете. То есть такой известный аромат, банальный. Ничего нового я не почуяла. Где-то я уже использовала такой крем для рук или же чувствовала подобный аромат. То ли духи такие производят, то ли что, не помню. Опять же, у нас лак в подобном оттенке под циферкой номер 7. Только тут уже оттенок потемнее. Если сравнивать эти два цвета, тут такой более светлый. А вот этот уже приближается к такому темному-темному. Вот тут бы, наверное, одного слоя хватило, чтобы цвет выглядел красиво. Ну а если в три слоя нанести, то будет уже ближе к черному. Такой оттенок. Тут, в общем, все для ногтей, я так понимаю. В тему. Далее у нас должна быть восьмерочка. А восьмерочка у нас маленькая-прималенькая, посмотрите. Ну да, фантазию тут включать явно не захотели. Потому что тут у нас лежит, опять же, ой, темная помада. Точно такого же цвета, как и тот лак для ногтей, который мы с вами только что распаковали. Только без блесток. И да, помада не матовая, глянцевая. Это я вижу. Такие оттенки я не люблю. Но моим бабушкам спокойно подарю. Вот бабушка моя по папиной линии просто обожает подобные оттенки. Полинка, естественно, такие не носит. Моя мама тоже. Дальше циферка 9. Открываем. Тут у нас вот так вот в легком доступе лежат две пилочки для ногтей. Они розовых цветов. Точнее, розового цвета. И я так понимаю, они должны были быть склеенными? Нет? Или это две пилочки? Потому что из этого можно сделать, в принципе, одну пилочку, если постараться и приклеить. А если не постараться и не приклеить, то вот у вас есть две пилочки. Обратная сторона тупо белая. Ну, не знаю, как это комментировать. Я бы все-таки, наверное, приклеила, предпочла. И пилочку очень легко согнуть. То есть она просто, ну, очень легко ломается. То есть, чтобы вы понимали, да, просто материал. Я не знаю, зачем я сейчас пилку сломала. Возможно, потому что я купила этот календарь для того, чтобы сделать обзор. И я хочу, чтобы вы понимали, насколько эта пилочка тоненькая. И насколько ее легко сломать. То есть материал не плотный, не хороший. Такую пилочку я бы не стала использовать. Открываем десяточку. Она опять же у нас сбоку. Тут у нас опять же карандашик. Тупо черный. Тот был темно-серый. Этот точно такой же, но черный. Так что я думаю, открывать его не стоит. Циферка 11. Оба-на! Чтобы вы понимали качество календаря, я открываю циферку. И сам календарь у меня очень легко открывается. То есть можно достать всю коробку. И я уже вижу тут даже съедобные подарки, если не ошибаюсь. Так, сейчас мы с вами посмотрим. 11. Опять же, лак для ногтей. Только уже красного цвета. Супер ярко-красного. Я не удивлюсь, если сейчас под циферкой номер 12 будет красная помада для губ. Я честно не удивлюсь, поэтому давайте посмотрим. У меня интуиция хорошая. А нет, тут явно будет не помада. Тут у нас, видите, очень большой отсек. Мне кажется, что тут будет какая-то палетка. Нет. Тут у нас лежит, как видите, что это у нас вообще такое. Это патчи на нос, чтобы убирать черные точки. Просто клейкий патч для носа, который очищает все ваши поры, так сказать. Две упаковочки. Спасибо. Сама воспользуюсь и сестренке подарю. Цифра 13. Ооо, уже не бордовые оттенки, не красные, не перламутровые. Тут у нас появился светлый цвет. И это мой любимый, кстати, цвет. Бежевый. Очень красивый, аккуратненький оттенок. Вот тут мне очень даже нравится цвет. Аккуратненький такой, бежевый. Супер. Наконец-то что-то не бордовое. Ой, чуть не уронила. Дальше 14 у нас сбоку. Открываем красный карандаш. Это, скорее всего, тоже для глаз. Да, для глаз. А нет, скорее для губ, чем для глаз. Знаете, ребята, гораздо интереснее распаковывать календари, когда вы не знаете точно содержимое внутри. И мы сейчас вместе с вами впервые видим продукты и распаковываем их. И вместе пытаемся угадать, что же это такое. Было бы неинтересно, если бы я заранее знала, что лежит внутри. Открываю я вот таким вот образом. Это у нас скорее карандаш. Для всего карандаш. Ну, не подписано, ребят. Можно и для губ использовать. Можно и глаза подводить красным цветом. На Хэллоуин. Зашибись. Я бы скорее для глаз это использовала. Ярко-красные стрелки рисовала. Все, я сбилась. А, нет, я не сбилась. 15 у нас прячется внизу. И я уже благодаря вот этому чуду вижу, что там лежит внутри. Потому что разделители тут, так сказать, прозрачные. Тут находится лак для ногтей. Ай, господи. И это перламутровый. Опять такой космический цвет. Оттенки отличаются, соглашусь. Но они между собой все равно чем-то похожи. Поэтому, блин, тут так много лаков. Возможно, Пэнки Саж же выпускает лаки. В основном я не знакома с этой маркой. Напишите ниже в комментариях. Но лаки все равно пригодятся. 16. О, спасибо. Это мне точно пригодится. Туда утрамбовали беленький спонжик, который очень мягкий. Пахнет спонжиком. Хорошенький такой. Спонж вот мне точно пригодится. Лишним не будет. Спасибочки. Сама купила. Сама себе спасибо говорю. Могу, умею, практикую. Дальше. 17 в самом верху. Ой, это я как раз-таки на эту прелесть, ребят, думала, что это что-то съедобное. Я дура. Да, мне показалось, что это пакетики от чая. Ну, точнее, чай, так сказать, в пакетиках. Но нет, это у нас пробники. Как я понимаю, потому что такие при достаточно крупной покупке складывают в любых магазинах в пакет подобный. Ну, не от Пегги Саши, а вообще от того или иного бренда. Так что тут у нас масочки всякие, питательные крема. Да, тут у нас скорее три масочки на лицо, которые смываются. Лежали. Да-да-да, вот такие вот они. Не тканевые. Циферка 18. Тут у нас опять бежевый лак. Причем, в чем прикол, ребят, вот я честно не понимаю. Положить два одинаковых лака, ну, типа, это как работает вообще? А может быть, они как-то отличаются, потому что у этого беленькая крышечка, а у этого черненькая. IT Color и BB Nail. Сейчас разберусь. Этот оттенок, нет, он не блестит, ничего с ним такого не происходит. Но, блин, аромат, конечно, офигенный. Я люблю такие. Я вообще токсикоманка, ребят, честно. Что в школе за маску нюхала? Этот цвет, он не такой плотный, как вот этот с черненькой крышечкой. Этот будет поплотнее. Да, этот у нас поплотнее оттеночек. Ну, хорошо, разберусь. Напишу, скажу в инстаграме вообще, что как. Так, теперь у нас идет девятнадцать. О-о-о! Тут у нас лежат блестки, ребятки, которые клеются. И я не знаю, зачем вообще их сделали именно вот таким вот образом. Ну, тут просто блестящие точечки. Некоторые кругленькие, некоторые нет. Декоративные нейлстикерс. Ага, это у нас для ногтей наклейки. Ну, слушайте, да, их можно и отрезать, и они долго будут держаться. Я такое не практиковала. Так что не могу сказать, как хорошо они держатся. Но с учетом того, что вы моете руки, а я надеюсь, что вы моете руки каждый день, и если вы приобретете такие наклеечки, то через несколько дней от лака они просто отклеются. Если же вы эти наклейки не наклеите на сырой лак, который еще не до конца подсох. Ну, не знаю, не знаю, ребятки. Стали бы вы использовать такие наклейки или нет, напишите ниже в комментариях. Ну что же, посмотрим дальше. Все циферки уже почти раскрыты. Все, давайте уже будем не по очереди. Что это у нас такое? Сейчас я скажу. Это, я так понимаю, у нас... Ой, как он ярко пишет. Как фломастер прям, ребят, нифига. Растушевывается неплохо. Я так понимаю, эта прелесть у нас для контуринга. Нет, пишут для глаз. Это у нас жидкие тени коричневые, которые растушевываются и симпатично лежат на глазу. Да, это у нас тени, прикиньте, коричневые. Офигеть. Прикольно. Все, тут я уже открыла. А нет, 21 сверху. Открываю. Ой, спасибо. Тут у нас уже лак. Тупо блестки. Блестки фиолетовые, голубые, розовые. В общем, круто. Я такие лаки в детстве обожала. Причем они очень жиденькие, хорошие. Супер. Качество норма с у лаков. Это я точно вам могу сказать. Тут тупо блестки. Красивые блестки. Полинке подарю, она будет рада. И как раз мама запрещает маникюр делать. Открываем дальше. Помадка. Да, о чем я и говорила. Тупо красная помада. А я чувствовала, я говорила. Так, эта сторона у нас полностью распакована. Открываем 20 в самом низу. Ну и потом 24. Почему-то его выделили серебристым цветом. Надеюсь, там лежит кольцо карте. Тут у нас что-то уже такое большое. Ага, это у нас тканевая маска для рук. Ага, прикиньте, тут у нас две тканевые маски для рук. Супер. Просто увлажнить ручки. Тканевые маски для рук я еще в адвент-календарях не встречала. Ну что же. Открываем последний. Серебристый отсек. Почему же его сделали серебристым? Сейчас узнаем. А нет, не узнаем. Или узнаем. В общем-то, тут у нас, я так понимаю, лежала резинка для волос. Да. Причем алмазик так закрыли, чтобы он не поцарапался, как будто бы это реально какой-то бриллиант. Но я очень надеюсь, что это хотя бы Сваровский. За 4000 рублей вполне себе. Да, это у нас резиночка с очень красивым камушком, который переливается и супер блестит, прям сверкает. А нет, ни хера, это не резинка. Ну вот хоть убейте, я не знаю, что это. Что могу сказать по поводу этого календаря? Ну, на любителя, честно. Мне понравилось. Если бы я не делала себе шелак, я бы, наверное, точнее даже гель-лак, я бы, наверное, оценила этот комплектик. Я заказываю календари, несмотря что внутри, предупреждаю, с некоторыми брендами я даже не знакома, как с этим, например, была. Но я довольна, в принципе, тут есть как и косметика, так и лаки, поэтому оценю в 8 баллов из 10. Сейчас мы с вами перейдем к более известному, так сказать, бренду. Это у нас Maybelline, Maybelline New York. Очень красивый, тяжелый адвент календарь. Просто охеренский, поэтому давайте его, наконец-то, откроем. Итак, погнали. Циферка номер 1. Открывается у нас все очень аккуратненько, качественно. Коробочка у нас уже не пластмассовая, а картонная, именно поэтому она тяжелая. То есть внутри тупо картон. Вся коробка из картона. Достаем от Maybelline у нас тут подводочка для стрелок. Уже радует. Стрелки я обожаю. Далее циферка номер 2. Тут у нас прекраснейшая тушь. Я тушь от Maybelline использую, поэтому я реально довольна. Эту тушь я буду использовать, такая фиолетовая, супер прям. Дальше 3. Как вы видите, тут все по очереди, и искать циферки не нужно. Но, слушайте, если искать циферки, которые как бы в разброс в календаре, это как бы еще азартно, интересно, круто. Если вы реально каждый день будете распаковывать, искать циферку, это круто. А когда по очереди, тут даже искать ничего не надо. Это у нас блеск для губ. Ой, нихера себе, блин, прикиньте. Двухсторонняя помада. Такая вот обычная помадка, как блеск, как гигиеничка. Ну а тут у нас уже красный цвет. Очень ярко красный цвет. Но все свежее, косметика свежая. На это я обратила внимание сразу. Все такое жиденькое, качественное. И это, я так понимаю, у нас в две степени наносится. То есть сначала блеск, а потом красный цвет. Или же наоборот, чтобы выглядело красиво. Дальше четыре тени для век. Ненавижу, когда запечатывают все скотчем, с моими ногтями. Это всегда было 100x проблематично, скажу так. Открываю. Да, тут у нас такие темно-серые с блестками тени для век. Красиво. Я думаю, с помощью этих теней можно красиво затемнить уголочек глаза. И сделать его более выразительным. Супер. Дальше циферка 5. Тут у нас тоже она такая квадратненькая. О, это я обожала просто, ребят. Когда мне было лет 13-14. Я с брендом Maybelline уже давно знакома. Это у нас жидкие тени для век. Которые, кстати, отсутствуют вообще на их сайте. Их очень быстро разбирают. И они присутствуют только в адент-календарях. Ну или же в магазинах, если поискать. Но в основном я всегда, когда спрашиваю у консультантов, точнее у консультантов в магазинах, мне говорят, что уже таких теней нет. Они очень легко наносятся. А я вам уже говорила и не один раз, не только в своем инстаграме, что я обожаю жидкие тени. То есть вы их наносите, они чуть-чуть подсыхают. И это очень круто выглядит. А эти тени к тому же матовые. Это просто супер. Дальше шестерочка у нас. Идет опять какой-то карандашик. Это у нас точно такой же, какой мы с вами только что распаковывали с красным цветом. То есть блеск и красная помада. Тут точно такой же блеск, но коричневая помада. То есть на любителя. Либо красный, либо коричневый. Открываем семерочку. Ой, у меня скоро будет целая коллекция лаков для ногтей. Но тут мне очень-очень нравится оттенок. Он такой, ребят, бежевый, с чуть-чуть оттенком коричневого, что ли. Не знаю, как называется этот цвет. Такой очень красивый. Скорее темно-бежевый, нежели чем в нем присутствует коричневый оттенок. Да, темно-такой бежевый. Пастельный цвет. Очень красивый. Восьмерочку мы с вами открываем. Ой, тут у нас лежат теперь тени для век. Только они уже опять скотчем запечатаны. Ненавижу. Итак, тут у нас оттенок. Тоже такой космический чуть-чуть. Но у меня реально такой цвет, ребят, ассоциируется с космосом. Цвет акули, что ли. Вот мне этот цвет еще океан напоминает. Как будто бы такая. Цвет акулы, короче. Голубовато-мятно-синий. Блин, суперский цвет. Дальше девяточка. Тут у нас тоже должен быть карандашик. Да. Тут у нас тату-лайнер. То есть для подводки глаз. Это у нас для внутренней подводки. Вот тут вот внизу подводить. И делать глаз более выразительным. Черненький карандашик. Далее 10. О, эту пудру я вообще обожаю. Причем тут самый светлый оттенок. А вы мне всегда говорили, ребят, что я бледная. А нет, это скорее не светлый цвет, а это пудра, наверное, прозрачная. Потому что она тут чересчур белая. Да, тут просто белая пудра, которая убирает блеск с вашего лица. Супер. Я обожаю Fit Me. 11 далее у нас идет. Это у нас уже пудра с оттенком, которая очень, нет, не очень и нет, не просто открывается. Опять все у нас тут со скотчем. Да, тут уже пудра с оттенком, который большинству подходит. И пудра... Блин, ребята, офигеть. Ой-ой-ой. Ммм, Ваймея, пудра пахнет какими-то конфетками, что ли. Ой, какой сладкий аромат. Аж шалеть. Капец, ребятки, я как будто нахожусь где-то на отдыхе в Турции. С ума сойти. Ммм, я съесть захотела эту пудру. Капец. Ну и запах. Капец. Далее 12. Но аромат, конечно, блин, ребята. Это нас обманули, ребятки, прикиньте. Внимание, говорит Германия. Тут у нас был отсек под номером 12, но тут ничего не оказалось. Как вы видите, циферка 12 и тут ничего нет. Нас обманули с номером 12, поэтому открываем 13. Не продумали до конца, ничего страшного. Хотя, может быть, это и страшно, потому что должны были за 7,5 тысяч продумать все до мелочей. Это у нас синяя тушь. Супер. Я давно хотела купить себе синюю тушь, так что она лишней не будет. Офигеть. Очень яркая синяя тушь. Супер. 14. У нас тут в самом низу. Открываем. Ага. Тут у нас опять блеск для губ и розовая помада. Двухсторонняя красота, так сказать. Держится 24 часа, как пишут. Сначала наносишь прозрачный цвет, потом розовый. И впитывается, и держится очень долго, как и те. Тут уже оттенок розовый. Я такие тоже не ношу. Я вообще помаду не использую. Еще одна тушь от Maybelline. Вот это я понимаю. У нас сегодня яркий видос. Все в таких же оттенках, как и худи. Об этой туши я вам тоже расскажу в своем инстаграме. Далее циферка 16. Карандашечек тут у нас лежит. Маленький. А что это за карандашик, мы сейчас с вами узнаем. А, это карандаш, прикиньте, хайлайтер, ребят. Им подчеркивать, наверное, нужно в уголке глаза. Вот тут. Очень красиво выделять, так сказать, глаз. Супер штука, кстати. Ого-го-го. Тут у нас праймер. База под макияж. Макияж. Вот это я понимаю. За 7 тысяч уже нехеровенький такой приз. База пахнет очень приятно таким детским кремиком. Супер, у нас есть огромная база под макияж. Дальше 18. Опять что ли обманули? Прикиньте, ребят, нас из цифры 18 обманули. А ну-ка. Вы прикиньте? Я опять хочу получить приз под номером 18. Вот 18. А тут ни хера нету. Просто пустота. Ну, спасибо. Как это называется, я не знаю. Ладно. 19 открываем. 19 у нас приз есть. Темно-вишневый. Даже темно-бордовый лак. Блин. Очень жалко. Такие лаки так-то дороговато стоят. Я их не использую. Так что еще и с двумя подарочками нас обманули, ребятки. Но зато будете знать. Итак. 20. Тут у нас уже темно-синие тени для век. Очень красивый цвет. Прям темно-синий с блестками. Супер. Дальше 21. Я уж подумала, там подарка нет. Сначала не было видно. Красный карандаш. И он, скорее всего, для губ. Подводка красная. То есть контур губ. Дальше 22. О! У меня сейчас вот такая тушь. Самая базовая, так сказать, от Maybelline. Вот я сейчас такую. Использую у меня их две штуки. На моем туалетном столике лежит. Дальше 23. Опять две степени. Помадки. Тут уже такой более оранжевый оттенок. Прикиньте, ребят. Оранжевый вообще трэш. Ну и последний подарок. Под циферкой 24. И это все у нас от Maybelline. Последнее, что тут лежало, вот в такой вот большой красоте. Это бежевый лак для ногтей. Ну, что я вам хочу сказать, ребятки. От Maybelline, мне кажется, я переплатила тупо за бренд. Потому что это Maybelline. Я уверена, пейгисаж не такой уж и плохой, в принципе. Потому что там тоже много лаков для ногтей. Косметика неплохая. Но слушайте. Если побыть немножечко оптимистами, то я вам скажу, что мы сегодня с вами получили так-то три туши хорошие. Очень даже хорошие. И этих трех тушей хватит на достаточно долгое время. Так что от Maybelline тушь я люблю. Красота. Много помад, база, пудры. Ну, не так уж и плохо. Но вот эта пудра с ароматом детства, с ароматом чего-то бешеного, суперского. Это, конечно, капец. Вот это запах, ребят. Если вы видите вот эту пудру, обязательно понюхайте ее. Вот серьезно вам говорю. По моему мнению, и от Maybelline адвент-календарь был неплохой. Ему я поставлю 8 баллов из 10 тоже. Потому что нас так-то с двумя номерками обманули. И там ничего не лежало. Так что минус 2 балла. А тут очень мало косметики и много лаков для ногтей от Peggy Sash. Поэтому два наборчика неплохие. И они сегодня у нас лидируют. Решать вам, какой бы адвент-календарь выбрали, вы пишите ниже в комментариях. Ну, а с вами была Карина Аркелян. И я вам говорю огромное спасибо за просмотр этого видео. Напоминаю, что каждую косметику я тестирую себя в Инстаграме. Ник вы сейчас видите на своих экранах. И еще раз огромное спасибо за просмотр. Maybelline и Peggy Sash решать вам, что лучше. Ну, а у меня теперь есть море косметики и прекрасное настроение. С вами была Карина. Всем спасибо. Всем пока. До скорых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok